Всем привет! С вами снова специальный корреспондент ЧЕСТ специально для канала ЧЕСТ Геймерс Ютуб и мы продолжаем нашу специальную рубрику ЧЕСТ Нью В этом видео мы поговорим про оптимизацию системы журнал системы безопасности про новые исправления и улучшения также поговорим про новые награды боевого пропуска сезонного магазина также обсудим новое оружие и комплектующие к оружию которые были добавлены в 9 сезон поэтому присаживайтесь поудобнее а мы начинаем Итак, начнем с оптимизации системы главные задания были полностью обновлены и переработаны подробнее об этом можно посмотреть в объявлении об обновлении главных заданий в самой игре Evita официально вышла из сети и вместе с ней были отключены связанные с ней задания и руководство вместо нее будет новый агент Ларри Мариам оптимизирована функция подготовки ключей теперь можно создавать схемы хранения ключей в зависимости от разных карт на странице подготовки боеприпасов добавлена функция настройки окраски метательных предметов то есть гранат теперь при использовании купона на комплект также можно использовать и окраску внешности изменен вход в военный магазин теперь нужно нажать главное меню магазин военные нужды в левом нижнем углу оптимизирован интерфейс личной информации добавлено отображение личных медалей добавлен наряд то бишь окраска коробки с наградами и оптимизирован макет холла плавно переходим к журналу системы безопасности был усилен контроль за незаконным доступом к данным других персонажей во время игры на основе результатов предварительной системы патрулирования оптимизирована логика автоматического обнаружения видеозаписей и изменена логика отправки уведомлений системы патрулирования усиление контроля за рекламой в игре привлечением трафика и обнаружением мошеннической информации также оптимизированы и исправлены улучшена анимация движения персонажа в третьем лице с оружием теперь движение с оружием в третьем лице будет более напряженным улучшено ощущение стрельбы от бедра для некоторого оружия в настоящее время стрельба от бедра с оружием большей мощности будет более взрывной улучшено удерживание некоторого оружия чтобы больше части оружия была видна также улучшена алгоритм тряски оружия при движении в состоянии прицеливания чтобы процесс тряски оружия был более плавным Улучшено восстановление отдачи оружия после выстрела, чтобы процесс восстановления был более плавным Также изменены прицелы, оптимизированы движения прицела в виде от третьего лица Немного увеличено время действия прицела, немного снижен угол обзора прицела Оптимизирован угол обзора прицела, чтобы он был ближе к центру головы персонажа, обеспечивая справедливость обзора в бою Уменьшена мобильность прицела, скорость перемещения прицела немного снижена и использование предметов автоматически отменяет прицел Также уменьшена мобильность персонажа, немного снижена скорость, движение влево и вправо Ну а теперь поговорим о том, что будет добавлено в новый 9 сезон Новый 9 сезон начнется 12 июля, а ранги монеты вызова и другие припасы будут сброшены Подробные правила сброса и наследования можно найти в разделе объявления о сбросе сезона С8 уже в самой игре В сезонном магазине достигнув определенного ранга и потратив монеты вызова можно получить нашивку Военный аптечный пакет, краску, то бишь спрей, ракета акулы, подвеска цветения дама и визитку миротворец Также можно получить знак отличия мастер мира При достижении определенного ранга можно получить титул легенды С9 и рамку аватара мастер С9 В сезонном боевом пропуске в бесплатном при разблокировке некоторых уровней можно получить скины на оружие Это будет горная раскраска АК-74Н, такая же горная раскраска Вектор 9 Набор раскраски аксессуаров в стиле горный Краска Гвардия и наклейка Гвардия Также можно будет получить большой подарочный набор монет Коины и некоторые другие редкие предметы А при разблокировке боевого пропуска премиумного, то можно получить эксклюзивный внешний вид МК-14 в виде раскраски горной Прицел ПСО-4 также в раскраске горной Удлинитель для АК в расцветке горной и подвеска маленький карманный пулемет Также в игру будет добавлено новое фракционное оружие Это пистолет-пулемет МП-5К у Коломы и также пистолет-пулемет ЦПВ также у Коломы Из обычного снаряжения штурмовая винтовка G3 и штурмовая винтовка СГ-550 из фракционного оружия будут переведены в обычное оружие Также в игру будут добавлены комплектующие Такие как удлиненный приклад М4А1, тактический приклад М4А1, специальный приклад М110, тактический приклад АК, легкий приклад ФАЛ, стабилизирующий приклад ФАЛ, нижний планшетный короб для П90 и другие Ну а на этом наше видео подходит к концу, так как все основные нововведения и добавления я вам рассказал Есть некоторые мелкие там еще добавления, о которых, ну я думаю, уже не стоит рассказывать Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok